Дорогие друзья! Как известно, театр начинается с вешалки, а любая семейная ссора с лестничной клетки. Это, поверьте, та еще пьеса. Федорович, отлично посидели! Все, давай, ну я пойду, а то мне сейчас моя такую спектакль устроит, не дай бог. Давай, я покурю тут. А, давай, давай. Кто там? Сто грамм! Я смотрю, там уже все пятьсот! Да ладно, Зина, это я, твой муж, открывай давай. Мой муж пропал без вести. Не понял. Я все морги, все больницы обзвонил, а его нигде нет. Мой муж пропал без вести. И что мне теперь приказываешь? Прямо здесь, перед дверью, на коврике спать? А какая тебе разница, с какой стороны двери на коврике спать? Михалыч, да что ты с ней сюсукаешься? Это ж баба, с ней надо жестко. Смотри. Кто там? Это я, открывай давай. Открываю, открываю. Видал, как надо? Добро пожаловать на борт! Машенька, ну что ты как маленькая, тебе тридцать пять лет! Тридцать шесть! А какое сегодня число? Шестнадцатое. Ой-ё! Машенька, ну открой, я уже по сынишке соскучился. Ну, Никитка, Никитка, иди сюда. А хочешь, мы с тобой завтра в зоопарк пойдем? Я тебе зебру покажу, леопарда, а? Бать, я завтра с завода вернусь, посмотрим с тобой. И зебру, и леопарда. Только дай поспать! О, время летит, а. Мужики, здорово! Так, стоп. По правилам на сцене должно быть не более трех человек. Да разве это человек? Она мужа родного домой не пускает. Чё, опять вляпались? Ну, пойдем ко мне посидим, я в отличие от вас холостой. Везет. Матильда, ты чё начинаешь-то, а? Чёртов ротвейлер, а? Один раз забыл с утра покормить, и вот. Фу, одним словом, бабы. Зина, если ты мне сейчас дверь не откроешь, я разгонюсь и сквозь неё пройду. Через железную дверь? Да. Да ты через неё пройдёшь, и с тебя с этой стороны апостол Пётр ждать будет. Машенька, ну открой, солнышко, ну. Так, кто в доме хозяин? Кто в доме, тот и хозяин. Фу, задусил бы это солнышко. Ага, и вообще, где ты на мой день рождения шлялся? Ну, посидели с Михалычем. Вот иди, теперь и живи с этим придурком Михалычем. Это твой муж придурок. Это кто там вякает? С тобой кобыла не вякает, а разговаривает Зинаида Паловна. Слышь, ты, овца, ты чё орёшь? Днём и ночью она орёт. Я хотя бы ночью ору. Да ты-то куда лезешь? Я же её когда на рынке брал, мы к ней в пасть заглянули, а у неё не оба чёрные. Мне пронец говорил, что она злой выросит, и я дурак не поверил. Слыхала? Надо было и мне тебе в рот посмотреть, когда я тебя на танцах выбирал. Зинаида, а я всё понял. Это не ты меня не впускаешь, это я тебя не выпускаю. Вот ты сиди там, как дура! Вот и голова. Так, мужики, девять часов, может, к ДК пойдём? Ой, слушай, мне ещё не до концертов, честное слово. Да нет, там сейчас просто еду бездомным раздавать будут. Ну чё, по-твоему бездомные, что ли, а? А я бы похавал. О, мужики, смотри, Петровы идут! Дорогой, спасибо тебе большое за цветы. Дорогая, такой жене, как ты, я готов дарить цветы хоть каждый день. Я так тебя люблю. И я тебя люблю. Аж противно! Не дай бог так жизни! Не говорится! Аж противно!